уважаемые коллеги доброе утро мы начинаем с вами новый цикл семинаров посвященных очень интересные проблемы где есть российский приоритет в плане исследования этой области и этот цикл семинаров посвящен понимание того как будет функционировать новый модуль аппаратно-программного комплекса гелиус хочу вам представить человека знакомство с которым фактически открыла и начало для меня научную карьеру это профессор трофимов александр васильевич который сегодня расскажет о некоторых основных вехах развития такой области естествознания как гелиобиология и чуть позже после того как он погрузит вас в эту проблематику передаст эстафетную палочку мне и я расскажу о том что есть себя представляет модуль гелиус так васильевич вам слово доброе утро уважаемые коллеги слушатели участники вебинаров проводимых компанией биоклант я очень рад возможности встречи с вами практически это прямой диалог у меня на этот диалог его результаты очень большие надежды потому что шаг за шагом погружаясь в очень непростую проблему гелио гео экологии мы с вами будем не просто принимать информацию реагировать на нее мы будем становиться соучастниками очень важного интеллектуального процесса которым космос играет огромную роль мы с вами встречаемся первая наша встреча происходит в феврале февраль если следовать космическому космопланетарному календарю отмечен целым целой чередой очень важных событий прежде всего это первая неделя февраля так называемый парад планет когда пять планет выстраиваются практически в одну линию изменяя гравитационное соотношение в нашей солнечной системе и влияние которые оказываются на землю так получилось что 5 февраля мы получали известие об очень важном открытии открытие которое может быть эпохальным это открытие гравитационных волн которые теоретически были предсказаны уже давно но зарегистрировать их не удавалось очень долго вот этот разрыв между теоретическим проведением и экспериментальным доказательством наличие гравитационных волн сохранялся очень долго и вот 5 февраля пришло сообщение о том что было зарегистрировано столкновение двух черных дыр которое произошло 1 миллиард световых лет назад я вам сейчас покажу вместо себя ту картинку одной из одного из событий это другое событие оно было 12 миллиардов лет назад еще дальше чем то о котором я говорю но вот гравитационные волны были зарегистрированы в момент когда две черные дыры столкнулись один миллиард лет назад образовав массу огромную которая была эквивалента эквивалентно примерно 62 массам солнца представьте образовалась такая новая и вот по алгоритму выпускника новосибирского университета анатолия клеменко который сейчас работает во флориде были впервые в соединенных штатах зарегистрированы гравитационные волны поэтому я очень рад что наш цикл вебинаров по геоэкологии начинается в феврале и я вас еще раз информирую об этом событии теперь прошу обратить ваше внимание на тот слайд который сейчас кажется перед вами всему о чем мы будем говорить сегодня вот в эпохе конца двадцатого века начала двадцать первого мы оказаны основоположнику школы космической антропоэкологии академику петровичу казначею мы будем много раз не просто вспоминать его а говорить как его идеи пронизывали и пронизывают деяния всей школы который он основал он является основателем сибирской школы геологии и экологии также как основателем сибирского отделения академии меднаук и основателем нашего института миника в этом будем говорить это историческая часть нашего повествования сегодня главный акцент на это не зная этой истории мы не сможем двигаться дальше в будущее только на этой стартовой площадке этой идеологии будет успешный старт наших дальнейших поисков я если кто не успел прочитать слова которые мы приводим на этом слайде практически дословное цитирование мы приближаемся к пониманию огромной важности космофизической роли космоса в котором жизнь возникла и развивалась это связано космо планетарной автотрофностью от которой зависит выживание человечества в эпоху глобальных изменений на земле вот этот лейтмотив его слов как такой научный завет из этого лейтмотива не хотелось бы начать ну историческую часть нашего повествования ключевые слова здесь прозвучали обратимся к другому слайду конечно вы все узнаете константина едуардовича циолковского который большей части известен как основоположник ракетоплавание так назовем эту часть его теоретических изысканий менее он известен как провидец разных форм жизни в живом космосе и во вселенной в этом случае он предполагал наличие не только белково-нуклеиновых форм но и полевых форм жизни во вселенной который он называл эфирными формами жизни и мы начинаем вот еще продолжаем вернее историческую часть именно с этого портрета потому что константин едуардович является ну скажем соавтором важнейшего принципа строгого антропного принципа который в классической литературе называется принципом картера циолковского вы можете прочитать о нем монографии дэвиса суперсила так вот он известен как принцип картера циолковского я поясню что это значит очень кратко и схеме немножко упрощенным согласно этому принципу эволюция создала на земле так называемого наблюдателя наблюдателя с большой буквы вот таким наблюдателем является все человечество и передовым корпусом этих наблюдателей является конечно ученые опять-таки наблюдатели с большой буквы и вот изложение очень сложные проблемы гелио-геоэкологии мы попытаемся провести с позиций наблюдателя ученые как наблюдатели за тем что происходит солнечно-биосферных связях и все мы как сон наблюдатели в хорошем понимании которые готовят обратный отсчет тем кто их мы скажем привел на эту землю следующий переход следующая грандиозная фигура это Владимир Иванович Вернадский в словах Лили Петровича Казначеева уже произвучало ключевое понятие космопланетарной автотрофности давайте его немного раскроем эти слова принадлежат Вернадскому здесь анонсентируем его призыв и констатацию того что мы едва начинаем сознавать разнообразие понимать отрывочность и неполноту наших представлений о пронизывающих нас в биосфере мире космических излучений 26 год его слова он говорил в одном из своих работ впервые опубликованных в Париже о космопланетарной автотрофности человечества вкладывая в это понимать понятие способность сохраненную в эволюции способность прямого усвоения в биосфере и человеком человечеством солнечной энергии то есть без посредников в виде автотрофов в соответствии с позициями школы Казначеева существуют автотрофы напрямую усваивающие солнечную энергию это царство растений и гетеротрофы которые уже усваивают заготовленные энергозапасы автотрофами и используют их мы с вами относимся по этой системе гетеротрофам и мы очень привыкли использовать уже некие такие солнечно-энергетические заготовки и забыли об очень важном резерве космической автотрофности прямого усвоения солнечной энергии и информации но этот путь еще остается он остается в эволюционных запасниках и обратиться к нему открыть эти резервы нам представляется очень очень важным и этому был посвящен ну огромный цикл исследований которые мы проводим уже более 40 лет еще один шаг в истории гелиобиологии и конечно вы знаете этот портрет знаете этого человека он по праву считается основоположником гелиобиологии профессор александр леонидович чижевский вы прочитаете цитату из его высказываний я не буду ее повторять понимаете еще один космист в череде отличной плеяди русского космизма и мы гордимся что мы нам довелось продолжать это течение русского российского космизма он говорил что мои идеи будут поняты лет через 80 или через 100 он сказал это в 1926 году 80 лет уже прошло скоро приближаемся к столетию этого высказывания а вот вопрос насколько мы это понимаем насколько научно на новой методологической основе мы приблизились к пониманию этих основополагающих идей этот вопрос остается открытым я покажу сейчас вам одну из его важнейших работ которая называется вы сейчас видите обложку этой работы физические факторы исторического процесса в этой работе александр леонидович говорит а доказательно говорит анализируя огромный статистический материал о зависимости большинства процессов происходящих в биосфере и в социуме от периодической активности солнца он говорит это на примере эпидемии которые бушевали в конце 19 20 века анализируя статистический материал сопоставляя его со вспышечной активностью на солнце он говорит о зависимости социально исторических взрывов включая и революцию опять-таки от солнечной активности он сказал об этом в 1926 году в то время он сказал об этом и он был номинирован на нобелевскую премию но получить эту премию ему не удалось он оказался в гулаге судьба многих российских правительств проводила через гулаг в нашем музее в нашем институте хранится уникальная работа авторская работа александра леонидовича он не только основоположник гелиобиологии он был прекрасный художник вы здесь видите его работу сделанную выполненную пастелью которую он сделал в гулаге находясь в гулаге и через семью чижевского через академика казначеева эта работа была передана в наш музей и мы ее с благополением храним это пред история и предтеча развития следующего этапа развития космической антропоэкологии эстафета была принята академиком владимир петровичем казначеева начале восьмидесятых годов после уже образования сибирского филиала затем отделения академии медицинских наук возникла государственная программа солнце климат человек первая и единственная государственная программа посвященная научному изучению этой проблемы и возникла серия заседаний всесоюзных совещаний и впервые прозвучал термин космическая антропоэкология этот термин ввел валют петрович казначеев к этому сборнику свое введение написал академик яншин вот эти даты мы считаем датами во многом развития гелиобиологии уже на сибирской площадке мы говорим или относим себя по праву к ученым солнцепоклонникам и вот сейчас говоря о чижевском только что говоря о передаче эстафетной палочки исследований в руки академика казначеева и перед тем как продолжить свое повествование хочу сказать одну одну четверостишья еще у нас чижевский это еще и поэт великолепная державная светила я познаю в тебе брата близнеца чьей огненной груди нет смертного конца что в бесконечности что будет и что было в живом где грузный пласт космической руды из тьмы веков звучишь победно ты вот это такой своеобразный гимн ученых солнцепоклонников и все основные события по старту исследований в отечественной гелиобиологии космической антропоэкологии развернулись на этой площадке вы конечно знаете это здание институт клинической экспериментальной медицины на втором этаже академия казначеев планировал разместить институт космических исследований как один из институтов в сибирском отделении академии медицинских наук это было его мечтой он пытался ее реализовать в проекте не удалось это сделать в полном варианте и образовалась всего лишь маленькая но очень сильная лаборатория лаборатория гелиоклиматопатологии она была создана в 1975 году вот сейчас 40-летие практически мы только что отметили когда вот высадился десант во главе с членом корреспондентом российской академии медицинских наук ссср профессором николай романовичем геряпы вы видите его на этой исторической фотографии образовалась первая кучка десантника он прибыл из петербурга он является очень известным исследователем антарктиды лауреат государственной премии ссср именно он был первым руководителем лаборатории гелиоклиматопатологии здесь не полный состав лаборатории того времени но вот она менялась менялась много людей проходило через нее и очень рад что в числе продолжателей идей русского космизма был и есть Олег Викторович Сорокин дальше идет еще одна историческая веха еще одна фотография это уже новый инструментарий новый инструментарий институт космической антропоэкологии он был создан в 1994 году по своим идеям опережающим мы не умещались в рамки строгих академических программ ИКЭМа конечно когда мы провозгласили в своих программах наличие присутствия разных форм жизни на земле и альтернативных белково-нуклеиновый когда мы говорим что мы живем в живом космосе это было очень трудно уместить в реестре академических программ поэтому конечно требовался новый исследовательский инструментарий который отвечал бы авангардным задачам исследований антропоэкологии вы видите один из эпизодов участия нашей лаборатории в одном из проектов о котором мы будем говорить еще многократно в период исследований полного солнечного затмения которое было 1 августа 2008 года мы будем говорить об этом в исторической части за эти годы 40 даже более лет учениками последователями был создан целый новый инструментарий исследовательский инструментарий мы будем частично когда анализировать результаты настанет время будем говорить но это этот инструментарий новый методологический был создан именно в этой лаборатории впервые мы заговорили о необходимости исследований индивидуальной гелиомагнито чувствительности организма человек и создали такой инструментарий зарегистрировали способ оценки индивидуальной гелиомагнито чувствительности до этого не было критериев кто из кто с точки зрения уровня зависимости от солнца и его активности здесь вы видите реестр тех патентов которые были созданы за годы наших исследований не менее значим для нас для нашей школы и реестр успехов участников наших работ это конечно их нужно назвать те диссертации которые были защищены участниками нашей школы гелиобиологии это юрий юрьевич марченко юлия александровна бурда константин александрович бакулин ирина викторовна арвакова москаленко александр геннадич горелкин дмитрий викторович девицын и конечно олег викторович сорокин который я считаю что я просто рад что мне довелось что у меня был такой аспирант короткое время но он был и он достойно продолжает эту эстафету с моей точки зрения появилось большое количество работ конечно ученые живы тем когда они говорят о том что они сделали когда они говорят их слышат возникает обратная связь здесь только некоторые из тех многочисленных статей и книг которые были изданы о гелеоэкологии и космической антропоэкологии за эти годы мы не сможем конечно останавливаться на всех из них но некоторые я хотел бы вам представить и будем говорить о них я сейчас переключу в режим идет связи и представлю некоторые работы вот эта работа посвящена была исследованию феномены гелиоги физического импрентирования мы сегодня будем говорить об этом во второй главе нашего повествования продолжая работы чижевского именно на нашей базе была издана монография александра леонидовича о биофизических механизмах реакции оседания эритроцитов это деяние нашей школы затем конечно я говорил николай манече деряпа огромное количество его монографии в частности посвященных проблемам медицинской биоритмологии это конечно целый цикл исследований опотрясший научный мир открытие которое было сделано коллективом во главе с академиком казначеевым и доктором медицинских наук Михайловой о так называемом феномене дистанционных межклеточных взаимодействий который получил зарегистрированный диплом открытия нет возможности говорить подробно если будут вопросы я скажу но это огромные важности веха в деянии сибирской школы гелиогеолога и монография которая уже вышла под эгидой института космической антропоэкологии эта монография была переведена на английский язык первое ее издание в издательстве наука под названием очерки о природе живого вещества и интеллекта на планете земля в подстрочники проблемы космопланетарной антропоэкологии появилась в 2004 году она уже стала раритетом но мы нашли возможность и передадим через компанию биоквант дадим такую возможность для желающих приобрести эту монографию идем дальше в нашем повествовании о вехах наших деяний конечно требовался не только новый методологический теоретический инструментарий требовался принципиально новый инструментарий для проведения исследований и мы такой инструментарий создали это так называемая система космобиатрон с условным названием космобиатрон это комплекс который позволил моделировать поредение живого вещества различных объектов наблюдения а затем волонтеров добровольцев в условиях ослабленного магнитного поля земли мы об этой проблеме посвящаем наш следующий вебинар который состоится как мне подсказывал Олег Викторович уже 9 марта об этом будем говорить но он посвящен этой огромной важности проблеме поэтому я просто пока представляю то тот инструментарий который позволяет заглянуть вперед и увидеть что же ждет человека и человечество в условиях когда магнитное поле земли будет ослабевать в своей индукции открывая все больше и больше доступ космическим частицам и солнечным частицам разных энергий это огромные важности проблема и первые важные результаты нам удалось получить именно с использованием вот такого такой установки под названием космобиатрон вы сейчас увидите исторические кадры двух вариантов этой установки одна вы сейчас видите в этой части фотографии это две маленьких установки в которых размещались клеточные культуры это работа доктора медицинских наук Михайловой в условиях ослабленного магнитного поля она исследовала поведение клеточных культур человека а это уже вот та установка не в макете а реальность единственная в мире установка ослабляющая магнитное поле земли более чем в 500 раз она существовала в арсенале методологическом нашего института нашей лаборатории до 2010 года теперь мы имеем новое поколение сейчас я вам представлю эту установку это тоже установка ослабляющая магнитное поле земли но уже в таком портативном варианте и она использует ряд других технологических находок нашего института о котором мы будем подробно говорить в следующих вебинарах пока я делаю как бы некий анонс вот используя такую мини модель гипомагнитной установки помещая туда уже конечно не человека не помещается он туда а помещая очень важный живой субстрат воду мы получаем воду с условным названием как вода автотрофная вспомните высказывание Вернацкого вспомните научный завет академика казначеева что мы должны продвигаться по пути развития автотрофных резервов организма и человека мы считаем что эта вода такую функцию обладает а вот такой функции обладает кроме как еще рядом других очень важных функций гелио геропротектор то есть она способна уменьшить индивидуальную зависимость организма человека от солнечной активности и таким образом уменьшить скорость старения организма человек поначалу это кажется фантастикой но мы много раз проходили по этому пути от фантазии к научной фантастике а через нее к новой научной реальности и вот такой путь нам позволяет доказательно пройти новый теоретический методологический инструментарий который я вам сейчас пока представляю в виде анонса я говорил о том о новых наших новых технологиях мы в четвертом вебинаре будем подробно говорить о новых голографических технологиях которые разработаны в нашем институте и запатентованы мы представляем здесь два вида голограмм прозрачные и отражательные голограммы которых позволяют сделать своеобразную революцию в очень многих сферах медицины и позволяют ей сделать переход от ремонтной медицины о которой в этом переходе всегда мечтал Академик Казначеев к медицине профилактической то есть на основе анализа тех рисков которые закладываются мы сейчас будем говорить об этом чуть подробнее закладываются еще в период внутриутробного развития попытаться уменьшить эти риски очень многих заболеваний которые связаны как раз с той конкретной обстановкой которую испытывает конкретный развивающийся организм в трубе матери чуть позже мы будем говорить об этом детально я уже сказал что одно из важнейших исследовательских событий для нашей школы это периоды солнечных затмений период солнечных затмений это не просто возможность полюбоваться на редкие довольно явления вы знаете что в 21 веке всего лишь всего лишь 68 полных солнечных затмений одно из них уже состоялось это 1 августа 2008 года и нам очень крупно повезло что это было практически единственное полное затмение над таким крупным мегаполисом как Новосибирск мы будем потом много раз возвращаться к результатам полученным во время этих уникальных исследований и как анонс я говорю о том что мы с вами задумали вместе 9 марта в период очередного полного затмения которое мы не сможем наблюдать на нашей широте провести не менее значимый эксперимент с участием уже вашего инструментария об этом подробнее будет говорить Олег Викторович Поршу но вот здесь я хочу показать очень важную картинку которая сделана с использованием метода который близок и нам и вам я говорю о сотрудниках компании биокван вот с использованием метода газоразрядной визуализации в период одного из затмений это было еще не 2008 2006 год мы показали на примерах анализа спектральной плотности свечения вам большинству знакомы все эти термины я не буду их интерпретировать исследовала спектральная плотность свечения образцов воды вода вы знаете объект нашего внимания мы считаем это очень важным живым субстратом еще недооцененным с точки зрения космической антропоэкологии и вот здесь вы видите три кривых распределения спектральной плотности свечения этого образца в трех позициях в трех позициях которые сейчас я повозьму так сейчас попытаюсь вам показать чтобы быстрее можно было разобраться курсор меня не очень слушает ладно я по цвету буду вас ориентировать одна позиция это фоновая спектральная плотность свечения образца воды до начала затмения она отмечена зеленым пунктиром это фоновая позиция вот здесь вы видите это спектральная плотность свечения образца до начала затмения затем следующая фаза когда на основной фазе затмения это фиолетовая кривая посмотрите как резко выросла спектральная плотность свечения в период солнечного затмения следующая фаза после того как события прошло она еще развертывается но основная фаза завершена это красная сплошная линия вы видите что практически ну она вернулась к фоновой пунктирной линии и даже оказалось меньше вот это как бы лейтмотив как эстафета найденная нами в 2006 году мы передаем в надежные руки вашей компании для того чтобы провести глобальный эксперимент 9 марта в новой идеологии о которой расскажет Олег Викторович идем дальше следующее нас как вы уже поняли нашим подходом к вселенскому масштабу который интересует конечно не только ближние события которые происходят в нашей сфере если должен сделать такое маленькое может быть отступление и сказать что под гелиосферой мы понимаем не только привычную нам сферу вокруг Солнца гелиосфера в новом авангардном видении это вся солнечная сфера всей нашей солнечной системы и вот представьте как наблюдатели как мы договорились что мы наблюдаем с позиции галактического и вселенского наблюдателя как эта гелиосфера движется движется уже и по галактике и по вселенной существует такой вселенский маршрут спираль Паркера и вот наша гелиосфера в настоящее время идя по этой спирали пробирается сейчас немножко сложный термин будет к солнечному апексу который проецируется на созвездие Геркулеса но проходить ему гелиосфере приходится через зону уже другой плотности неоднородного космического эфира авторы этой гипотезы опять таки я очень рад не просто наши соотечественники наши земляки это Алексей Николаевич Дмитриев вместе с Ятловым вот именно они авторы гипотезы неоднородного космического эфира Алексей Николаевич Дмитриев профессор является членом ученого совета нашего института и вот исходя из его гипотезы которую сейчас цитируют и ссылаются за рубежом очень много в частности профессор приводит его как достижение гелиобиологии вот наша гелиосфера а значит и земля проходит через рукав особой плотности этого космического эфира то есть как бы встречая большее сопротивление вот такой рукав во вселенной и вот наша гелиосфера пробирается через него это не может не отражаться на многих процессах и то что мы с вами наблюдаем и то что является предметом нашего особого внимания как изменение климата которых уже не нужно доказывать но механизм показывающий почему это происходит он открывается не просто в анализе метеосинаптических изменений не только в климатопатологии а в гелиоклиматопатологии здесь основы этого механизма об этом мы будем говорить когда придет черед вот на этом слайде вы видите наш особый интерес к галактическим событиям этому посвящены ряд наших программ в частности это наблюдение в армении в монастыре в татеи где вот этот элемент я попытаюсь сейчас его снова вы мне поможете курсу вот этот элемент он является элементом палеоастрономической обсерватории древней палеоастрономической обсерватории и 11 августа вот вы видите в эту вертикаль 11 августа вертикаль этого ориентира совпадает совпадает с восходом ориона мы зарегистрировали объективно зарегистрировали важнейшие события важнейшие события и его отклик который мы наблюдаем у человека казалось бы такое далекое галактическое событие но оно оказывается напрямую связанным и имеет не только эхо как говорил чужеский земном эхо солнечных но и тех далеких галактических событий мы живем в этой галактической вселенской ритмике подробно мы будем говорить с вами когда настанет черед это очевидно третий или четвертый наш вебинар о программе когда собираются все наши новые технологии воедино чтобы реализовать это в программе так называемый стоп-тайм этому будет посвящен один из разделов наших следующих семинаров теперь с вашего разрешения я перейду ко второй главе своего повествования очень важный элемент и прошу вашего внимания что может быть будут все научные термины не сразу понятны но нам нужно пройти через дебри этих терминов если мы хотим наблюдать звезды и остаться наблюдателями вехой развития этого направления является первая публикация в велитине сибирского отделения академии медицинских наук которое мы относим к 85 году это впервые коллективом соавторов было сказано о наличии феномена гелио-геофизического импринтирования и его значение и формирование типов адаптивных реакций человека за словом импринтирование он взят из идеологии классической мы понимаем запечатлевание запечатлевание тех воздействий многочисленных которые приходятся на конкретный период в индивидуальном развитии человека очень важны и мало изучены с точки зрения этих взаимодействий акцентом нашего внимания акцент нашего научного внимания мы сделали на период внутриутробного развития человека здесь чтобы все-таки договориться с терминами давайте мы все-таки на секундочку остановимся гелио-геофизическое импринтирование это способность организма человека к запечатлеванию и трансляции в поколениях на генетическом и эпигеномном уровнях воздействий гелио-геофизических факторов способность определяющая особенности адаптации организма к изменяющимся геоэкологическим условиям резервы индивидуального и комплекционного здоровья риски развития экологически обусловленных заболеваний была создана специальная программа создана и запатентована эта программа гелиос на основе базы данных глубиной около 100 лет о реальных астро-гео-геофизических событиях таких как индукция магнитного поля земли вы видите в горизонтальных столбиках если можно помогите мне курсором он меня по-прежнему не слушается но пойдем сейчас по горизонтали магнитное поле земли межпланетное магнитное поле радиоизлучение солнца в биотропном диапазоне вот пытаясь не думаю что вы все-таки проследите так радиоизлучение солнца рис число вольфа площадь солнечных пятен число вольфа площадь солнечных пятен число магнитных бурь это те факторы информацию о которых мы взяли за 100 лет за каждый день столетнего периода и соотнесли с периодами внутриутробного развития теперь посмотрим по столбикам горизонтальным здесь даны недели внутриутробного развития от условной расчетной даты зачатия и затем мы идем по лунным неделям лунным месяцам и соотносим как же эти реально измеренные не астрологические а астрофизические факторы соотносились в различные периоды внутриутробной жизни и запечатлевались вот в этот период мы в этом убеждены и хотели бы передать эту убежденность вам нашим слушателям происходит формирование партитуры здоровья и в то же время формируются риски развития очень многих заболеваний мы впервые показали возможности этой программы поскольку у нас сегодня исторические аспекты гелиобиологии впервые показали в Испании на всемирной выставке экспо-92 был организован специальный стенд в виде трехгранной пирамиды на котором в центре вы видите макет эмбриона человека который как условная пуповина связан с этими космическими бушующими стихиями и солнечной активностью и магнитным полем земли фазами луны и в зависимости от заключения этой программы сколько рисков после конкретно введенной даты рождения набирает тот или иной человек мы уже говорим о программе профилактики сейчас я вам проиллюстрирую насколько велика значимость этой программы вот посмотрите результат статистического анализа двух групп испытуемых так скажем довольно больших первое это контрольные и второе это больные с психическими расстройствами это красная кривая вы видите здесь по круговой системе координат показано движение от нуля как мы уже договорились по лунным неделям до момента рождения и как распределялись эти факторы в группах сравнения и наблюдения мы видим что чем больше друг от друга отстоят эти две кривые тем более значимость развития конкретный вывод на лиц с психическими расстройствами существенным образом влияет геомагнитная обстановка в период пренатального то бишь внутриутробного развития человека очень важный вывод посмотрите у всех у кого проявились риски психических расстройств которые были строго верифицированы диагнозами тех коллег которые работали с нами у них геомагнитная активность была практически значимо выше во все периоды внутриутробного развития важнейший фактор для прогноза и дальнейшей профилактики уменьшения этих рисков еще один пример на следующем слайде мы пытаемся разобраться с ним это пример касающийся не менее важной проблемы казалось бы далекий казалось бы чисто социальная проблема риски химической зависимости от наркотических веществ оказывается истоки этой зависимости также кроется в той солнечной обстановке которая была в период внутриутробной жизни следуя опять таки той же системе координат вы видите как отличаются группы контрольная это черная кривая и группы которые вошли в зависимость от наркотиков успели войти в нее по той ситуации которая была в период внутриутробного развития посмотрите какой огромный резерв для профилактики этой огромнейшей проблемы которые не требуют сверх больших финансовых вложений затрат требуют только мотивации и доброй исследовательской воли ни одного ни двух ни трех а всего нашего сообщества которое встанет на путь геоэкологического просвещения мы мечтаем об этом периоде еще один пример не менее важный уже может быть для большинства из нас потому что мы по своей основе кардиологи и для нас очень важна модель и работа с больными с артериальной гипертензией на этом слайде мы показываем сравнивая опять таки две группы здоровых жителей города Новосибирска это кривая 1 темная и лиц с артериальной гипертензией как обстановка солнечная это слайд а и геомагнитная активность слайд б повлияло на риск развития артериальной гипертензии опять таки внизу показана значимость различий для скрупулезных слушающих меня оппонентов мы показываем что это значимые различия то бишь это не предположение не гипотеза это факт риски развития артериальной гипертензии формируется период внутритробного развития под влиянием факторов солнечной и геомагнитной активности как уйти от этих рисков мы будем говорить в дальнейшем пока еще не пришло мы к ВК констатируем эти новые наши знания говорим о них с вами еще один пример не менее важный с нашей точки зрения дальше вы увидите ссылки на конкретных авторов которые занимались этим посмотрите не только в период внутритробного развития каждого из нас мы берем идем дальше эти риски транслируются генетически и эпигеномно через ближайших родных здесь привод приведены вклады в риски развития зависимости антропометрических параметров человека здоровые лица рост вес и другие параметры то с чем мы приходим в мир от того какая была обстановка в период нутриотропного развития а дальше мы видим еще один феноменальный результат впервые мы его показываем от обстановки которая складывалась в период нутриотропного развития организма отцов наших обследуемых и матерей наших обследователей их вклад разный в зависимости от того что транслируются разные программы отцовские и материнские но мы показываем эстафету эпигеномно или генетически транслируемых рисков, которые в своей основе имеют геоэкологическую зависимость. Опять-таки важнейший аспект, который говорит о необходимости в ближайшем будущем создавать некие консультации, которые бы позволяли давать прогнозы геоэкологического риска по разным параметрам рисков тех заболеваний, о которых мы говорили чуть выше, и многих других, о которых мы не успели поговорить. Исходя из тех программ, индивидуальной гелиозависимости, которые несут в себе родители. Это как бы новое поколение будущих консультаций геоэкологической профилактики. Еще один пример, нет возможности останавливаться на многих, который говорит, когда мы помещаем наших испытуемых добровольцев и пытаемся анализировать их зависимость от реальных гелиофизических факторов, здоровых людей, это на этой гистограмме белые столбики, и больных с артериальной гипертензией, мы видим очень важный момент, что порог значимости показан пунктиром, что у больных с артериальной гипертензией их риски связаны с изменением магнитного поля, уже не природными изменениями, а теми жилыми конструкциями, в которых они живут. Это еще одна важная глава нашего введения в гелиоэкологию, которая будет касаться уже геоэкологии в мегаполисах. Мы о ней становимся, но переходом будет еще раз. Не будем забывать, что живя в мегаполисах, в многочисленных домах железобетонных конструкциях, мы должны сохранить то самое глубокое проявление самосознания, когда мыслящий человек пытается определить свое место не только на нашей планете, но и в космосе, даже находясь в мегаполисе, сохранять функции космического наблюдателя. И сейчас третья глава моего сегодняшнего повествования, она будет посвящена этой проблеме, гелиоэкологии, как жизнеобеспечения человека в мегаполисах. Что позволяет нам ставить таким образом этот вопрос? Я проведу несколько важных данных, полученных нашей школой в предыдущие годы. Мы не будем анализировать все детали. Я покажу вам схему, в которой показано, что есть два класса, два вида искажающих природный магнитный фон воздействия. Это гипомагнитные, где бы мы с вами ни были, в домах, о которых я упомянул, особенно в железобетонных, находимся мы с вами в автомобиле, мы испытываем в разной степени, но ослабление природного магнитного поля. Второе в этой схеме глава повествования, это гипермагнитные воздействия. Это все дополнительные источники электромагнитных полей, которые мы себе старательно окружили, считая, что это благо цивилизации. Но мы себя еще больше запутали в ту паутину электромагнитную, из которой еще предстоит выпутаться. С нашей точки зрения, с позиции нашей школы гелиобиологии, природа нас наделила удивительным рецепторным аппаратом. Мы рассматриваем точки акупунктуры, будем пока использовать этот термин, не только как зону эффективного воздействия, которая была открыта в Древнем Китае, и, кстати, открыта в период вспышки одной из сверхновых звезд, приходящихся на открытие, когда эти точки зазвучали. То есть космическое событие озвучило и проявило партитуру точек акупунктуры. Для нас это очень важный момент, потому что мы обладаем огромной системой отслеживания той ситуации, которая происходит в космосе. И это система биоактивных точек или точек акупунктуры. По нашим данным, если мы будем измерять сопротивление электрическое в этих точках, то мы можем увидеть удивительную вещь, что изменение, увеличение сопротивления фиксируется более чем за двое суток до энергособытия на Солнце. Когда мы запутали себя в паутину электромагнитных полей, и таким образом мы срезали тот аппарат, чувствительно настроенный на изменение космической среды, мы считаем, что эта функция, правда, наделила нас через точки, и сопротивление в этих точках изменяется более чем за двое суток до вспышки на Солнце. Понимаете, с точки зрения обычных реалий трудно понять. То есть еще нет самого энерговыброса на Солнце, а наша система уже реагирует, она уже готовится через аппарат, опережающий отслеживание точек акупунктуры, отслеживает это событие. И вот мы такой неудивительный аппарат, который помогает нам в адаптивной настройке, мы сами себя ослепляем, так скажем, забираясь вот в эту паутину гипермагнитных полей. Важнейшая проблема. И выходить ее нужно дружно и коллективно, потому что в период солнечного затмения, о котором мы уже несколько раз упоминали, было две группы наблюдения 1 августа. Затмение над Новосибирском. Как раз уникальная возможность. Вот те, кто были наблюдатели этого затмения вне мегаполиса, они сохранили способность отслеживать это событие по всем его фазам. Я вернусь к тому, что для нас затмение – это уникальное событие, когда между Солнцем и потоком частиц от Солнца и Землей оказывается Луна. Луна отражает своей массой поток солнечных частиц, и увеличивается доступ, удельный вес частиц галактического происхождения. Это совершенно малоизученная композиция галактических лучей с точки зрения биотропного влияния галактических лучей. И вот только во время затмения возможно оценить биотропное влияние галактических лучей. Так вот, наблюдатели солнечного затмения вне мегаполиса сохранили партитуру связей с солнечным затмением и свою настройку на эти события. Наблюдатели же затмения внутри мегаполиса были, условно скажем, ослеплены, оглушены. Они не слышали этого события. Это вот пример того, что происходит, когда сочетаются в себя антропогенные гипо- и гипермагнитные воздействия. Дальше, на следующем слайде мы видим, не будем останавливаться, коэффициенты ослабления напряженности ГМП, которые сопровождают нас и которые рекомендированы ГОСТом. И разные эти коэффициенты соотнесены при различных объектах. Если мы с вами проживаем в деревянных, железобитомных домах, передвигаемся в автомашинах и метро, мы всегда все равно испытываем в разной степени, но ослабление индукции геомагнитного поля. То есть это сопровождает нас не только в доме, но и в транспорте. Важный момент, что теоретически гипо- и геомагнитное поле и ослабленное геомагнитное поле, это антропомагнитный комплекс магнитных полей внутри обычных или экранированных помещений или устройств, образованных суперпозиций природных магнитных полей, изменением наклонений полями ферромагнитных элементов и постоянного тока в отдельных деталях конструкции. То есть мы электрическим контуром внутри, либо транспортных средств, либо дом окруженный, это создает дополнительное ослабление, как катушка геомбольца. Еще мы ослабляем природное регулирующее магнитное поле. То есть мы сделаем все, что только можно, чтобы запутать себя еще больше в этой паутине. Ряд наблюдений представителей нашей школы, кандидат медицинских мук Марченко, работая с очень важным таким тестом, как оксихлорид висмута, показывают, как изменяется реакция ослаждения оксихлорида висмута в разных условиях. В условиях фона – это кривая B, в условиях геомагнитной экранировки – это кривая A, и в условиях направленных воздействий магнитных полей. То есть физико-химическая система, оксихлорид висмута – это как модель реагирования почти, но не живого еще вещества, как реагирует на изменение электромагнитной среды. Идем дальше. Я уже поговорил о работах Людмилы Павловны Михайловой. Когда она помещает свою культуру клеток в разные условия, помните маленькие гипомагнитные камеры, которые я демонстрировал на одном из слайдов, то мы видим, что в условиях трансформированных измененных магнитной среды – это номер два ее эксперимента. Плотность клеточного монослоя, в отличие от контроля, она была в контроле 47,5, а в условиях экранировки она более чем в два раза меньше. То есть клеточная культура не получает того, что она должна получить для своего жизнеобеспечения. Она не может обеспечить свое развитие. Очень важный вывод, который сделан на уровне клеточных культур. Мы идем дальше в своем анализе этого комплекса. Здесь приходят уже первые модели, первые животные, которые сохранили свой биологический компас. Считается по Брауну, что таким биологическим компасом обладают брехоногие моллюски. Мы показываем, как изменяется ориентация по магнитному полю Земли брехоногих моллюсков, яйцевая кладка которых была в разных условиях. В условиях измененного магнитного поля, в условиях контроля, в условиях геомагнитного поля это кривая 2. То есть животные, животные моллюски, которые вывелись из икры, назовем так условно, которая была в гипомагнитных условиях, они сбиты, они дезориентированы, они уже не имеют ориентира по магнитному полю. И это подтверждается, когда мы исследуем корреляции этой двигательной активности с реальными факторами, с полярностью межпланетного магнитного поля, суточными характеристиками магнитной активности, микропульсациями, разлучинами Солнца. Мы видим ряды корреляционные, которые значимо отличаются. Значимость отражает коэффициент значимости, звездочка, которая есть, которая отличается от контроля. То есть система, биосистема теряет очень важного поводыря, так назовем. Важного сталкера, который ведет нас в этом полете, космическом полете. И все это происходит в условиях гипо-гипермагнитной суперпозиции. На следующем слайде мы показываем уже работу с животными. Это показаны крысы. Как изменяется прирост массы тела экспериментальных животных, которые длительное время находятся в разных условиях. Контроль, зеленая кривая, а затем в условиях измененных магнитных полей. То есть они теряют, они не могут обеспечить анаболические процессы, не могут обеспечить биосинтез, потому что опять-таки они находятся в искаженной, приформированной электромагнитной среде. Еще один пример. Это изменение, пример, который является тоже в аналах достижений нашей школы. Это работа Олега Викторовича Сорокина, когда оценивалась динамика окислительных по отношению к фону речи инфлюоресценции, лекозависия человека, под влиянием их чувствительности к дексаметазону или информации о нем в разных условиях. Посмотрите, не идеализируя детали, курсивом мы покажем, как изменяется в этих условиях, в условиях после гипомагнитных воздействий, мы видим на гистограмме, чувствительность на примере к дексаметазону. И спроецируем это, как может измениться чувствительность нашей системы к большому классу лекарственных препаратов, и не только гормонального ряда. Еще один пример. С использованием ваших технологий, я называю вашими технологиями, как важнейший аппарат исследовательский, это приборы для газоразрядной визуализации, мы видим, как в условиях длительного нахождения человека-исследователя, в условиях ослабленного магнитного поля, проявляется эволюционно заложенная программа к опережающему видению. Здесь показаны коэффициенты корреляции на момент исследования, проведения исследования с космическими факторами. И представьте, система настраивается, она ищет решений, на ту ситуацию, которая еще нет. Которая будет лишь только через 3 месяца после факта проведения газоразрядной визуализации. А система уже подбирает из своих резервных программ вот такую резервную программу настройки этого опережающего видения. То есть еще не пришел фронт этих галактических частиц, протонов, электронов, ему еще и идти, и идти 3 месяца. Представьте, сколько миллионов километров. А система в условиях геомагнитной депривации восстановила в себе способность настройки. Она не хочет быть ослепленной. Она ищет вариантов решения и навынуждена обращаться к эволюционным запасникам своих программ. И находит это решение. Это очень важный момент, который говорит о том, что не так все уж раскрыло. И в нашей системе заложены огромные потенциально нераскрытые резервы. Дальше еще одна схема, которую мы в этом уже анализировали. Но с использованием очень грамотного, серьезного математического аппарата Институт математики Сибирского отделения наук, с использованием схемы варианта многофакторного анализа, называемого условно деревом решений, доказал на основе тех данных физиологических и геологи-физических, которые мы представили, это работы Берикова из Института математики, что они составляют значимый комплекс влияния факторов геомагнитного экранирования, факторов гипермагнитного воздействия, реальных воздействий геологи-физической среды, влияющих на многие физиологические параметры. В данном случае в модель значимых воздействий вошли параметры свето-поглощения или отражения кожных покровов, это методика Сергея Владимировича Казначеева, интеллектуальные параметры, оперативная память, и то, что мы говорили, индивидуальная магнито-чувствительность организма, и электропроводность точек акупунктуры, как мы говорили, того уникального рецепторного аппарата, который был нам предоставлен, и с которым мы так неразумно обращаемся, не зная его истинного предназначения. Поэтому, конечно, я уже подхожу к завершению своего изложения, оказывается очень насущное создание системы геоэкологического жизнеобеспечения человека, но здесь мы говорим в мегаполисах. Эта система предусматривает ряд моментов, которые, прежде всего, прогнозированием, должны отслеживать ту ситуацию, которая есть за бортом нашего космического корабля, под названием Земля, которая летит сквозь пространство, о котором мы говорим. Для этого есть система мониторирования, которая сейчас, я очень рад, что используется в программе Гелиос Биоквант, и приходит на службу оперативного реагирования. Эта система, очевидно, в блоке диагностики, оперативной диагностики на основе прогностических данных. У нас еще есть два блока. Картирование, то есть нам нужно знать реальную обстановку, где мы живем, где находятся наши офисы, с точки зрения реальной магнитной картины, искажения тех природных полей, в которые мы себя как микроячейки поместили. Ну и, конечно, комплекс профилактики и коррекции. И это не пожелательный комплекс, это те реальные технологии, о которых мы будем говорить позже, в наших следующих встречах. А сейчас практически я логически подхожу уже к завершению. И, конечно, понятно, что все изложено и сейчас, и то, что будет изложено дальше, посвящается не просто светлой памяти основоположника нашей школы, академика Казначеева, о его провидении, его прогнозам, его той книге и тем размышлениям, который он обратил ко всем нам. Сейчас покажу обложку той книги, о которой говорю. Я не знаю, если она будет видна. Это одна из его последних книг, которую мне было доверено редактировать. Она называется «Мысли о будущем. Голографическая вселенная Козырева». Мы не упоминали еще сегодня имя Николая Александровича Козырева. Это как бы я оберегу его для социального разговора, в завершающем этот цикл вебинарии. Он астрофизик, он классик и авангардист. Он ставит вопросы о новой космической антропоэкологии в новом мировидении. В новом мировидении, в новом пространстве, которое мы сначала назвали пространством Козырева и создали инструментарий специальный, о котором многие из вас, наверное, слышали. Это так называемые зеркала Козырева. А теперь по праву можно назвать, что это пространство Козырева-Казначеева, потому что огромный вклад в развитие и экспериментально-теоретическое подтверждение его идей внес, конечно, Академик Козырева и цикл наших исследований на Крайнем Севере. Об этом будет специальный разговор, который состоится у нас в завершающем вебинаре. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что я не очень сильно обременил вас терминологию. И еще раз повторю, что, проходя через эти термины, только такой путь, как через термины звездам. Я предлагаю пройти этот путь совместно. Спасибо. Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу лекцию. Пожалуйста, пишите ваши вопросы к нам в чат. Мы с удовольствием на них ответим. Сейчас я хочу представить для вас модуль, над которым шла работа. Ну, наверное, мы затратили на него больше всего времени по сравнению со всеми другими модулями. И это такой сакральный интерес, который вы теперь понимаете, откуда он был инспирирован, и какая такая научная школа стоит за этим. Это модуль Гелиос. Фактически, должен сказать вам, что это мировое событие, потому что до сих пор нет автоматизированных систем, которые это позволяют делать. Лишь в единичных работах некоторых ученых при достаточно трудоемких ручных манипуляциях сопоставления этих данных есть возможность получать те или иные сведения о сопряжении между космической погодой и физиологическими процессами. И все это оставалось до сих пор в области именно таких научных фундаментальных изысканий. И вот выход модуля Гелиоса позволяет теперь любому человеку, даже не имеющему серьезного научного бэкграунда, окунуться во все эти вопросы. И если вы занимаетесь натуропатией в ее широком смысле слова интерпретации, вы понимаете, что макроэкологические факторы, природные факторы, они неизбежно влияют на особенности физиологических реакций у людей с разным типом конституции. И вот немножечко сегодня в своей лекции я постараюсь от таких чисто физических моделей и абстракций, связанных с гелиобиологией вообще, перевести это на тот язык, с которым мы привыкли с вами общаться, когда говорим о традиционной китайской медицине или о аюрведической медицине. Ну, теперь по порядку. Перед вами график наблюдения солнечной активности по определенным параметрам в достаточно продолжительном периоде времени. Посмотрите, то есть человечество стало наблюдать за солнцем, понимая, что что-то происходит не так при его избыточной либо низкой активности фактически с 1610 года. Это, пожалуй, самые первые такие работы. И вот этот график длится до 2010 года. Чуть позже я покажу еще один интересный график. И попытаемся сопоставить его с некоторыми событиями, которые сейчас разворачиваются в экономической и в политической сфере многих стран. А первая такая мощная геомагнитная буря, которая была объектом пристального изучения ученых и стала таким своеобразным ньюсмейкером о мировых новостей, она произошла в 1859 году, когда один астрофизик, по имени которого потом это событие назвали, фактически зарегистрировал очень мощный гигантский факел на поверхности Солнца. Серия вспышек наблюдалась в течение некоторого периода времени до этого, но 1 сентября британский астроном Ричард Кэррингтон фактически, наблюдая этот факел, зарегистрировал и стал его описывать в виде мощнейшего крупного коронарного выброса массы. И этот поток плазмы устремился к Земле. И что очень уникально, если в норме солнечная плазма достигает Земли в среднем за 2-3, если скорость не такая большая, за 3-4 дня, то этот поток солнечной массы достиг ее буквально через 18 часов. И начались отказы телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке, что задокументировано официально. Это известное, знаменитое историческое событие. Более того, то, что мы называем северным сиянием, наблюдались по всему миру. То есть планета буквально сияла. Даже над Карибами наблюдалось это солнечное северное сияние. И в литературе, если вы захотите поискать, это событие называется событием Керрингтона. Или в англоязычной литературе его еще называют солнечным суперштормом. Чтобы понять, почему он является суперштормом, давайте сравним несколько индексов, которые, кстати, в нашей программе будут тоже рассчитываться. Это индекс геомагнитной активности, который, допустим, в одной из самых сильных вспышек, сильных бур магнитных, которые происходили за последние 20 лет, в частности, в 1989 году, составлял примерно 640 нанотесла. Так вот, по тем исследованиям, которые описывают этот солнечный супершторм, он был в два раза больше. Во время бури он достигал 1760 нанотесл, что привело не только к тому, что люди физически почувствовали аномальное состояние самочувствия, но и телекоммуникационные системы, на тот момент еще древние, не имеющие современной электронной базы, фактически тоже отказали и перестали работать. И с того момента люди стали более внимательно относиться к тем процессам, которые происходят на Солнце. И вот буквально, если брать события последних лет, вы можете в исторической перспективе их прогуглить, посмотреть это все известные события. Так, в 1989 году мощнейшая магнитная буря, о которой я уже сказал, но она была в два раза меньше, чем та вот событие Кэррентона, она фактически вывела из строя трансформаторы на крупнейшей гидроэлектростанции в канадском штате Квебек, и жители практически третьей Канады остались без света в течение суток. Или в 2000 году колоссальная вспышка, она привела к известному событию, которое обсуждал весь мир, и все боялись этого. Фактически произошло изменение орбиты Международной космической станции, и в этот же момент этой вспышкой был просто уничтожен, выведен из строя японский спутник АСКО. В 2003 году еще одна суперспышка погубила несколько американских спутников, и астронавтам МКС просто пришлось уйти в специальный отсек на Международной космической станции, чтобы спасаться от того количества радиации, которое зашкаливало, шло по направлению к Земле. Таким образом я хочу показать, что, как правило, было замечено уважаемым мною и глубоко любимым Александром Васильевичем, наша планета и наша Солнечная система она несется в пространстве Вселенной с очень большой скоростью, проходя через различные ее сегменты той или иной плотности, и постоянно испытывает на себе поток не только Солнца, хотя это более очевидно, но и большого количества астрофизических событий, о которых мы, может быть, даже не знаем. Следующий слайд показывает вам зависимость, графическое количество пятен от астрономического времени наблюдения, начиная с 2000 года. Посмотрите, где-то в 2000 году пошел спад по количеству вспышек, солнечные пятна, фактически их можно говорить в очень упрощенном варианте, как эквивалент вспышки, количество этих вспышек на Солнце резко уменьшалось, и минимум солнечной активности пришелся на 2008 год, это год начала мирового экономического кризиса. Да, это вольная интерполяция, такая аппроксимация, но почему бы взаимосвязь между этим не просмотреть? А затем пошел рост количества солнечных пятен, солнечных вспышек, и в 2014 году, в начале 2015 года, такой своеобразный промежуточный максимум возник относительно этих лет, и мы сейчас наблюдаем достаточно серьезные политические изменения в геополитике, которые произошли, и вы все этому являетесь свидетелем. Повторяю, это обратно же аппроксимация, но у нас недостаточно периода наблюдения для того, чтобы связать это все в очень жесткую логическую модель, хотя, безусловно, такая связь существует, и следующие поколения, и мы с вами, кто будем делать вклад в это изучение, эти связи будем выявлять. Как все происходит? Вот этот слайд прекрасно иллюстрирует события взаимодействия между нашей планетой, Землей и Солнцем, и когда происходит коронарный выброс, мы видим это в виде пятна, и затем поток плазмы устремляется примерно со скоростью в 500 километров в среднем в секунду, и в течение нескольких дней он идет до планеты Земля, он встречает несколько буферов, об этих буферах я чуть позже расскажу, которые фактически препятствуют тому, чтобы губительная солнечная радиация просто выжгла все на своем пути. Здесь вспоминаются строки из библейских апокрифов, которые говорят, что ангел огненным мечом разделит грешников и провидцев. И многие, вы знаете, голливудские апокалиптические фильмы на эту тему сняты, когда суперспышка на Солнце фактически достигает планеты Земля, и силу Земли нет возможности буферировать, и она запускает серьезные необратимые процессы. Ну как происходит на самом деле? Голубыми линиями показаны линии геомагнитной напряженности, которые, посмотрите, похожи фактически на крылья ангела. Я думаю, Александр Васильевич будет еще это говорить, да, вот как бы голова ангела, как бы крылья ангела, хвост этой геомагнитной оболочки Земли, он тянется на достаточно продолжительный период времени, и при некоторых астрофизических событиях он даже касается орбиты Юпитера. Вот когда Солнечная плазма достигает одного из первых щитов, она как бы сталкивается с этим геомагнитным буфером, и в области полюсов взаимодействует с ионосферой Земли, фактически в этот момент жители полярных регионов и наблюдают полярные свечения. О каких факторах мы будем с вами говорить, когда будем работать в модуле Гелиуса? Чтобы у вас произошло такое структурирование причинно-следственных связей, я в очень упрощенном варианте, повторяю, это не общепринятая классификация, создал специально для того, чтобы упростить восприятие и понимание гелиуги физических факторов, разбил на три группы. И первая группа – это солнечный ветер, а также галактический ветер, который достигает нашей планеты Земли, и его можно разделить на две компоненты, исходя из современной теории естествознания существования материи в виде корпускулярной либо волновой компоненты. Это, собственно, радиация, которая может быть измерена спутниками НАСА, в частности, находящейся на орбите Земли, в виде потока радиоизлучения, рентгенского излучения и так далее в разных диапазонах. И корпускулярная компонента, которая фактически представляет из себя мощность потоков заряженных частиц, которые тоже можно измерить и попытаться посмотреть, какие связи существуют между физиологическими процессами ваших пациентов и этими интересными, уникальными астрофизическими явлениями. Вторая группа факторов, да, нужно сказать, что первая группа факторов фактически инициирует те возмущения, которые происходят на Земле. Поэтому вторая группа факторов, она как бы зависит от того, что происходит с первой группой факторов. И вторая группа, она представляет из себя некие буферы, которые демпингуют жесткое воздействие солнечного ветра и пропускают только то, что не вызывает сильных изменений в биосфере. В частности, это ионосферный буфер, где поток заряженных частиц, приходящий из солнечного ветра, фактически гасится ионосферным слоем Земли. Поэтому очень опасны те явления, которые стали возникать с появлением озоновых дыр и так далее, потому что это те бреши, через которые заряженные частицы могут проникать и фактически уже влиять непосредственно на биосферу. Но измерить их представляется очень сложным. Возможно, мы сможем включить в ведопульс еще параметры, которые оценивают эту компоненту. Но то, что мы можем сделать уже сейчас, это оценка возмущения магнитного поля Земли в виде определенных индексов, о которых я скажу чуть позже. И только третья группа факторов, которые мы называем метеофакторы, это фактически факторы природной погоды, к которым мы привыкли и уже просто, наверное, правилом нормы житейской является перед выходом домой, на работу или куда-то. Вы смотрите, какая же погода за окном, чтобы понять, как вам адаптироваться к этим условиям погоды. И мы обращаем внимание на температуру, на влажность, на давление, на ряд еще других показателей, с тем, чтобы соответствовать макроклиматическим изменениям и пытаться от них защищаться. Но мы пока не умеем смотреть на вторую и первую группу факторов и не знаем, как от них защититься. Повторяю, что метеофакторы фактически являются причинно-следственными, вот в этой причинно-следственной цепочке самыми зависимыми. Это лишь верхушка айсберга, которую мы видим и можем пощупать. И как бы мы ощущаем, как самыми значимыми, потому что если температура за окном изменяется, мы прям ощущаем это своей коже. Если влажность изменяется и давление, мы это чувствуем. Но эти три фактора, которые я привел, и их в том числе будет оценивать наша программа Гелиус в Ведопульсе, они являются зависимыми. И реакция на них может быть отложенная, либо опережающая. И скорее всего, с физической точки зрения, эта реакция идет на группу факторов первой природы, либо второй природы. Ну и теперь поближе к натуропатии. Вспоминайте в своих лекциях, которые я читаю, в книгах, которые вы читаете, вы всегда, размышляя о этиопатогенезе, о причинах тех или иных состояний или заболеваний, функциональных отклонений, вы наблюдаете строчки, что погодные, климатические изменения, биоритмы, природных сезонов накладывают отпечаток, которые могут оказаться провоцирующими к тем или иным заболеваниям. В частности, так же, как в конституции, конституция человека определяется так называемая гуна-дванда, то есть дуальностью признаков материальной природы, формирующих то, что мы называем с вами конституциональный тип на основании систем регуляции ДОШИ, так и в окружающем нас космосе, окружающей нас природе существуют эти гуны и существует их биоритмика изменений. То есть эти качества материальной природы есть в климатических изменениях на нашей планете. В частности, так же, как пара противоположностей холод-жар определяет, какой это будет человек, с какой конституцией, есть параметр температуры, который фактически связан с этой парой гуна. И в данном случае не столько важны абсолютные значения, такие экстремальные, ну, тут я не совсем экстремальные цифры привел, минус 20, плюс 20, которые мы уже так ощущаем, что, ой, нам действительно холодно или нам действительно становится жарко, сколько важна скорость и резкость перепадов температурного режима, на которые мы реагируем быстрее. И это является более значным фактором нашей реакции на данную пару признаков холод-жар. И люди с соответствующими конституциональными типами будут рефлексировать на эти качества материальной природы изменению своей физиологии. Следующий параметр – это сухость-влажность. Этот параметр напрямую связан с параметром влажности воздуха, окружающей среды, в которой мы находимся. Известно, что зимой сухость, параметр влажности резко падает, и при заснеженной зиме, но холодной влажность не превышает 40%, а в домашней обстановке зимой за счет отопительных приборов влажность может падать ниже 20%. Соответственно, если у человека лак-хугуна, как мы называем это, качество сухости присутствует в силу конституциональных особенностей, то эти биоретмологические климатические изменения безусловно будут как за ниточки дергать, через эту гону его физиологию. Соответственно, летом влажность возрастает, и она может в субтропических регионах достигать цифры выше 90-95%. Такая высокая влажность, напротив, не совсем будет подходить людям, у которых с нитха гонна будет фактически доминировать и определять его существование. Ну и также, как пара противоположностей, легкость, тяжесть, которые можно напрямую связать с атмосферным давлением, вы помните, что нормально атмосферное давление фактически соответствует значению в среднем, конечно, все зависит от уровня моря и так далее, 760 мм тут у нас толпа, и это на самом деле колоссальное давление, которое мы испытываем, и все наши полости, желудочка мозга, спинномозговую жидкость, плевральная полость, кардиальная полость и так далее, по сообщающим сосудам, фактически зависят от скачков атмосферного давления, и если это атмосферное давление низкое, как бы в природе большая легкость формируется, или это давление высокое, то есть гуру, гуна возрастает, то люди с соответствующими качествами материальной природы рефлексируют на эти события. Кстати, понимая это давно, мы пытались как можно быстрее создать инструмент, потому что многие наши пользователи, когда регистрировали в течение мониторинга длительность себя, своих близких пациентов, они наблюдали динамику индексов, которые не всегда могли связать с какими-то событиями. Ну, если он заболел, понятно, индексы ухудшаются, но вроде он как бы вот ничего с ним не происходит, а индексы немножко изменяются, и мы говорили, ну да, это физиология, физиологический параметр фактически рефлексирует в пределах определенного коридора нормы, но сейчас у нас есть уникальная возможность провести сопоставление, в том числе тех баз, которые вы набрали на предыдущем этапе своей деятельности, и посмотреть, а возможно существуют факторы, природные гумы, с которыми организм очень тесно связан, и эту связь мы математически даже можем в виде количественного значения оценить в программе Гелиус, с тем, чтобы выявив эту связь, понимая, что организм на нее рефлексирует, суметь предупредить ее в опережающем тренде событий. Поэтому важным является то, как все наши параметры, которые мы регистрируем с помощью аппаратно-программного комплекса Веда Пульс, и параметры МАХА-ДОШ, и их подсистем регуляции СУК-ДОШ, и академические параметры спектрального анализа, которые связаны фактически с вегетативным балансом, и индексы временного анализа, которые являются хорошим подспорьем к пониманию адаптационных процессов, происходящих в организме, и энергетика в канальной системе, по, согласно традиционной китайской системе, и энергетика в наде-центрах, и энергетических центрах, согласно юридической системе знаний, и биоэнергетика по органам, и, конечно же, собственно, наш пульс и наше сердце, как они рефлексируют на это. Поэтому еще раз хотелось бы повторить. Впервые в истории человечества появляется инструмент. Это эпохальное событие. Мы пионеры с вами. Мы первые, кто можем это делать. Вот знаете, как? Выходят и говорят, «О, мы выпустили айфон, мы первые в мире». Да, они молодцы, они сделали технологический рывок. Мы с вами делаем рывок в новые измерения, понимая, насколько сложны взаимосвязи существования человека с тем окружающим миром, в котором мы присутствуем. И у вас есть инструмент, позволяющий это изучать, аппроксимировать. Вы можете посмотреть, как звучит конкретная субдоша на тот или иной климатический фактор. Вы можете посмотреть, как звучит энергетический центр или конкретный меридиан. Или посмотреть, как ваша конституция рефлексирует на все эти события. Представляя этот модуль, его можно назвать, безусловно, исследовательский, но с точки зрения прагматики для клинициста, практикующего, который ведет прием, это является уникальным инструментом еще глубже понять природу. И вот как раз в связи с этим, буквально на днях, мы с Леонидом Дорошенко, в первую очередь, благодаря его креативному уму, опубликуем очередную статью. Давно мы вас не баловали интересными статьями, где мы будем все это обсуждать и призывать вас к тому, чтобы вы пользовались этим модулем. Конечно, если вы используете дистантные способы мониторинга за вашим пациентом, это значительно делает эту работу более простой, потому что много раз пациент, конечно, для того, чтобы провести мониторинг, к вам не придет. И вот здесь дистантная телеметрия с домашним модулем, видопульсом, становится в несколько раз актуальным. Вы можете просто давать пациентам в качестве сопровождения, получать данные и параллельно мониторировать, отслеживая все эти взаимосвязи. Вернемся к элементам аюридической теории. Вы помните, что чистый конституциональный тип вата Доша имеет свои гуны. Какие? В первую очередь, это лакху гуны, то есть сухости. Это основной клинический симптом, который при дисбалансе ваты появляется первым, не только кожаную сухость, слизистых сухость эмоций и так далее. И два других субдоминирующих, но не в меньшей степени проявляющихся на уровне физиологии. Это холод и сито, и легкость лакху. Таким образом, человек с ватоконституцией будет очень сильно рефлексировать на холодную погоду. И мы это знаем. На снижение влажности в воздухе, паров воды в воздухе и на резкие скачки давления в сторону его снижения. Не на экстремальные значения, которым может адаптироваться, например, низкого давления, а именно на скорость в течение времени его снижения. Он может реагировать с пазматическими болями, мигрени и так далее в зависимости от тех уязвимостей, которые есть у этого человека. Теперь мы можем это проверить своими словами и мы можем более четко уточнить, а как рефлексирует этот человек и что нужно ему порекомендовать из природных факторов с тем, чтобы уменьшить эту зависимость. Ее убрать не нужно. Она должна быть, потому что мы все взаимосвязаны, но она должна быть физиологической. Так как это у нас было в возрасте 20-30 лет, но не так, как у нас это возникает в возрасте 40-50 лет, когда малейшие изменения погодных факторов влекут очень сложные изменения нашей физиологии, проявляющиеся гипертоническими кризами, мигренями, суставными болями, ипохондрией, депрессивным состоянием и еще очень много масок этой метеозависимости можно перечислять. Давайте посмотрим на людей с ПИТа, Конституции, у которых качество материальной природы, их 20, вы знаете, но выделяют три наиболее значимые. Они горячие, влажные и легкие, поэтому для них пребывание в горячей и влажном климате, особенно с резким снижением давления, как у людей с Ватой Конституцией, представляет такой провоцирующий момент, который пробуждает в них ту природу, которая есть и потенциирует те проблемы, которые этой природой могут формироваться. Так же, как люди с КАПХО-Конституцией, будучи влажной, тяжелой и холодной, описывается КАПХО-ДОШа, они, соответственно, все проблемы, которые с этой ДОШей будут связаны, будут провоцироваться в влажной и прохладной погодой. Теперь мы можем это мониторировать и сопоставлять динамику изменения баланса ДОШ, но с резким скачком давления, как бы КАПХальные мигрени, они больше реагируют на рост давления в течение короткого периода времени, проявляясь всеми этими моментами. Но все намного сложнее. Почему? Потому что большинство из нас имеет дуальную конституцию. И вот в течение 9 месяцев специально для вас я делал цикл семинаров, который проводил сопоставление между юридическим конституциональным типом и типом, принятым в традиционной китайской медицине, где мы подробно каждому типу уделили целую лекцию. Поэтому каждый из этих типов он будет уникален реагировать по-своему. Давайте возьмем и последнюю лекцию, где мы говорили о синдроме жара и сырости. Это такой горячий и влажный синдром. И человек спит о КАПХО конституции. И в факторах, которые приводят к этому синдрому, если вы помните, вторым пунктом мы говорили о климатических факторах, о том, что этим людям просто противопоказано жить в субтрактическом климате, потому что он просто будет провоцировать те проблемы, которые генетически у него заложены. И вот эти девять конституциональных типов, они обладают своей уникальной природой рефлексии, которую мы будем с вами разбирать и которую вы теперь можете сами наблюдать. Что очень важно, не просто теоретически прочитали или услышали от Олега Викторовича или других замечательных лекторов, а у вас появляется инструмент самостоятельно изучить все эти явления. Как выглядит модуль гелиус? Выглядит он очень просто. Посмотрите, в каждой карточке появляется уникальный блок, блок гелиу-геофизических факторов, который рассчитывается на конкретную дату, на конкретное время, вплоть до секунды. Что это за факторы? Это уже перечисленные мной температурные факторы, влажности и атмосферного давления. Помимо этого, это факторы третьего уровня, но они самые понятные простому человеку. Факторы второго уровня мы сейчас пока вставили планетарный К-индекс. Здесь не совсем четко видно, с моих слов воспринимайте. И даже мы для вас делаем подсказку, что по шкале магнитосферных возмущений два балла соответствуют достаточно спокойному состоянию. Я сейчас возьмите листочек бумажки и ручки, приведу вам небольшую шкалу, по которой динамика этого индекса будет отражать, есть ли магнитная буря или нет. Так, планетарный К-индекс в диапазоне от нуля до единицы представляется как спокойное состояние анасферы, которое фактически не формирует магнитосферное возмущение. Планетарный индекс, соответствующий двум единицам, как нестабильное, планетарный индекс, соответствующий трем единицам, как возмущенное, слабая буря, когда планетарный К-индекс вы увидите, соответствует четырем, большая буря пяти и сильная буря или шторм геомагнитный, как мы это называем, в разной степени свое проявление от шести до девяти баллов. Девять баллов это уже гигантский шторм, который фактически вызывает не только реакцию со стороны людей и животных биосферы в целом, но и со стороны техносферы, выводя из работы все, что связано с электроникой, телекоммуникациями и так далее. После того, как вы нажмете на галочку посмотрите синхронизация и укажете место вашей съемки программа по двум алгоритмам через определение вашего IP, то есть место расположения вашего компьютера на момент съемки и дублирующая через те настройки, которые вы укажете, подгрузит из астрофизических лабораторий по всему миру, но сейчас мы релиз делаем только по России этого модуля данную гелио-геофизическую обстановку. После этого вы перейдете непосредственно в модуль гелиус. Посмотрите, в закладках у нас появляется новый блок модуль гелиус и работа с ним начинается с выбора параметров. Очень все просто. Перед вами те индексы, которые вы можете выбрать и например вы решите выбрать поток радиоизлучения. Что это такое? Вообще поток радиоизлучения в биотропном диапазоне 10,7 см его еще называют индексом солнечной активности, который показывает некую плотность потока радиации, который идет от Солнца в этой длине волны и отражает вспышечную активность Солнца. То, как оно влияет в первую очередь как характеристики ионизирующего излучения. Но помимо потока радиоизлучения у нас еще есть три корпускулярные компоненты солнечного ветра. Это протонная компонента в определенном диапазоне энергии протонов и электронная компонента солнечного ветра, которая можно понять как поток ионизированных частиц. Они постоянно истекают из солнечной короны в виде плазмы со скоростью примерно 500 км в секунду. При сильных возмущениях эта цифра может достигать 1200 км в секунду и достигают планеты Земля, влияя на нашу ионосферу и затем на биосферу. если вы решите выбрать все факторы вы можете их прокоррелировать понять есть ли связь со всеми параметрами веда пульс мы посчитали совокупное количество параметров с которым вы можете эту связь проследить и мы даже сами удивились что уже столько многое для вас делали у нас получилось если не ошибаюсь более 90 параметров оценки функционального состояния вы можете проследить у человека это и академические параметры спектра в абсолютных относительных значениях и показатели временного анализа индексы боецкого и интегральные индексы которых мы говорим и каждый модуль с его отдельным параметром раскрывая в выпадающем меню вы можете посмотреть дальше вы получаете да и следующим шагом вам нужно выбрать те обследования динамику по которым вы хотите отследить и строите нажимаете построить график у вас появляется график который линейно показывает связь между попарно двумя параметрами пока мы реализовали возможность именно попарного сравнения затем мы сделаем множественное сравнение как следующий апгрейд это немножко упростит может быть восприятие может быть затруднит для кого-то посмотрите в предыдущем примере я выбрал два спектральных параметра это мощность спектра в высокочастотном низкочастотном диапазоне выполнят и отражающие парасимпатическую симпатическую активность и мы смотрим как они коррелируют с температурой на промежутке времени примерно от середины мая до середины июня 13 года в данном случае запись мы видим что снижение температурной кривой сопровождается синхронным снижение мощности спектра в этом диапазоне а рост температурной кривой сопровождается опережающим ростом мощности спектра в этом диапазоне причем обратите внимание на две цифры которые расположены справа вверху это цифры математической достоверности этой модели если цифра синенькая значит модель недостоверна визуально мы видим что вроде бы и симпатический диапазон синхронно с температурой меняется но посчитав математическую достоверность коэффициент корреляции мы видим что эти два параметра не синхронизированы настолько что жесткая цифра математики подтверждает это а вот если эти цифры загораются зеленым либо красным это будет указывать как раз на то что математически достоверные то что вы наблюдаете в визуальном образе и два этих параметра между собой взаимосвязаны причем зеленым цветом если они загораются значит эти два параметра взаимосвязаны прямо пропорционально а если красным загорается значит обратно пропорционально что значит прямо и обратно прямо когда один параметр растет и будет расти второй один снижается и будет снижаться второй а обратно пропорционально когда один параметр повышается а второй параметр снижается то есть они в противофазе существуют обратно профессионально и конечно же мне хотелось бы вас пригласить принять участие в уникальном астрофизическом событии в виде исследователей которые вольются в международный проект потому что на многих континентах этот проект будет происходить с тем чтобы помочь нам набрать уникальный материал который будет доложен александр васильевичем летом на международной конференции по изменению климата где он будет курировать секцию посвященной как раз этим вопросом и тот вклад который вы внесете фактически будет тем маленьким маленькой попыткой нас всех свершить в этом историческом процессе что-то очень важное подтолкнуть человеческую мысль к пониманию того что солнечно-земные взаимосвязи архи важно и не до учитывать их это значит одевать очки делать себя слепыми если мы говорим о здоровье человека к сожалению вот эта картинка она должна двигаться но вебинарная площадка не позволяет это движение на воспроизвести полное солнечное затмение а произойдет 9 марта в 4 58 минут 19 секунд по московскому времени она начнется примерно вот с индийского океана и выходя из тени ночи она захватит примерно тихоокеанский регион и чуть-чуть закроет австралию и китай и затем накроет курилы на российской территории только вот дальний восток и курилы можно будет просто наблюдать в течение четырех минут само явление солнечного затмения затем тень пойдет в сторону канады и аляски и не достигнет и и и потому что скроется в ночи но мы предполагаем что это глобальное астрофизическое явление она неизбежно найдет отклик и в других точках планеты поэтому если у вас есть возможность мы искренне вас приглашаем есть у вас модуль гелиус или нет у вас модуль гелиус это не имеет значения приглашаем к следующему дизайну эксперимента исследования начните регистрировать с помощью веда пульса свое состояние 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 близких вам людей за одну неделю до затмения примерно начиная с 29 февраля но лучше это делать в то же время когда будет происходить затмение именно в 5 утра по московскому времени ежедневно затем когда мы доберемся до 9 марта в день солнечного затмения необходимо начать проводить съемку параметров вида пульса за три часа до затмение каждые полчаса то есть снимая себя два раза в час во время затмения конечно же которая будет длиться вот я сказал чуть больше четырех минут это примерно наша пятиминутная запись и в течение трех часов каждые полчаса после затмения после чего вы продолжаете ежедневно мониторировать свое состояние или тех людей которых вы выберете в течение еще одной недели сразу после затмения вплоть до 16 марта таким образом вы получите примерно около 20 чуть больше записей которые составят тот уникальный материал который мы проанализируем опубликуем виде интересной захватывающей статьи на нашем сайте и поблагодарим всех по именному участников этого эксперимента ну и сможем внести свой склад в деле биологии и научное становление координатором этой работы будет известны вам мой помощник и коллега леонид дорошенко которого вы прекрасно знаете вот его электронный адрес мои помощники в чат вам сбросили этот электронный адрес копируйте и у себе если исследование участие в исследовании добровольное мы никого не принуждаем это вот ваш вклад если вы на это решитесь пришлите пожалуйста вашу заявку на этот адрес с тем что хочу принять участие меня зовут так то я живу в таком-то регионе и обратно вы получите подробную инструкцию что нужно делать и будете синхронизироваться с леонидом он будет фактически курировать помогать вам в ежедневном диалоге настраивать все что необходимо для проведения исследований вот как-то так коротенько мне хотелось представить ту уникальную разработку которой мы долго шли и нам удалось ее реализовать дать вам возможность работать на ней и и я я надеюсь и даже уверен что этот подход откно откроет совершенно новый пласт уникальных явлений в понимании природы ваших пациентов с которыми вы сталкиваетесь постоянно когда ведете прием консультативный с помощью аппаратно-программного комплекса ведопульс если у вас есть вопросы я на них готовят ответить если нет я искренне благодарю всех этого вебинара следующий вебинар по этой теме у нас состоится как раз 9 марта в день солнечного затмения и александр расскажет о очень уникальных исследованиях которые они проводили в лаборатории гелиоклиматопатологии и потом передав эту эстафету международного института космоантропоэкологии под руководством академиков значеева сейчас александр васильича и я уверен что мы для себя откроем еще много интересных вех в области гелиобиологии благодарю вас за внимание всего доброго спасибо блогу ждем в все